Современные технологии в массы. Международный аэропорт Чукотки оборудовали интерактивной стойкой и интерактивным стендом. Теперь пассажиры могут получить полезную информацию в один клик, а дети коротают время за увлекательными играми. Как это работает, узнал наш корреспондент Никита Березняков. Ознакомиться с расписанием вылета и прилета или посмотреть документальный фильм о памятном дне снятия блокады Ленинграда сейчас может любой желающий. В главном аэропорту Чукотки пополнение. Двухмониторный информационный стенд здесь появился недавно и призван помочь пассажирам найти полезную информацию. Раньше как-то висело у нас расписание, сейчас вообще его расписание. Здесь хоть есть расписание, все, можно узнать, когда можно летать. Использование технологий тачскрин и мощного процессора позволяет без задержек выполнять нужные действия. По сути, это большой компьютер с двумя мониторами, в который можно загрузить любую нужную информацию. О расписании общественного транспорта, о погоде на Чукотке во всех ее районах или найти номера такси и ближайших гостиниц. Пользоваться удобно? Очень удобно. Это как планшет, считай. Современно очень. Рекомендую всем. Но все же от печатной информации пока никуда не деться. Она так и будет размещена рядом с версией электронной. Так положено по нормативам. Электронная версия в информационном табло может продублировать, но это не снимает той ответственности, возложенной на аэропорт, на предоставление печатной информации. Печатная информация появилась и в другом виде. Книги и всевозможные периодические издания. Небольшой стенд с бесплатной литературой для всех желающих установили в аэропорту, но в другой его части. Теперь каждый может скоротать время, читая в ожидании своего рейса. Книжки читают, у кого задержанные борта. Кто-то домой забирает, потом приносит. Ну, не домой, а в гостиницу. Приносят и вложат обратно. Тут же, если перевести взгляд чуть ниже, на полу еще одна новинка, призванная коротать время. Уже вновь современная технология, но ориентированная на юных пассажиров. Интерактивный пол, реагирующий на любые движения. Опробовать на себе новшества аэропорта решили и мы. По нашей просьбе включили игру зума. Популярная игра среди офисных работников. Из-за пассажиров рядом. Камера улавливала и их движения. Попадать точно в цель так и не вышло. Однако возможности и у этой технологии намного шире. И стенд можно использовать для целей просветительных. При проекции его на стену мы можем использовать его как площадку для обучения, рассказа о разных возможностях и традициях Чукотки. Либо организовывать футбольные матчи, что здесь позволяет делать, либо играть в удивительные игры. Возможно, в будущем установить подобное оборудование получится и в других аэропортах округа, чтобы пассажиры в периоды долгих ожиданий своих рейсов могли как-то занять себя и провести время нескучно. Но все зависит от финансирования, так как удовольствие это не дешевое. Никита Березняков, Арсений Гусев, Служба информации.